Почти в два раза за последние шесть лет сократились посевы риса в Балхашском районе Алма-Атинской области. Причина в нехватке поливной воды. Ее объемы в реке Ильи, единственном источнике для местных аграриев, сократились в два с половиной раза. Специалисты считают, что уменьшение площадей под эту зерновую культуру может привести не только к дефициту отечественного риса на прилавках, но и к экологической проблеме. Из-за деградации почвы, вызванной нехваткой влаги, земли Балхашского района может постигнуть судьба орала. Все подробности у Гульнар Жантасовой. Посевные площади риса в Балхашском районе, основном производителе этой сельхозкультуры в регионе, сокращаются практически ежегодно. Причина – нехватка поливной воды. В районе на посевах риса занято больше 30 мелких и крупных хозяйств. А снабжают их водой два магистральных канала – Тасмурынский и Баканадский. С 2014 года проблема у нас приток с Китаем уменьшился, можно сказать, в два-три раза. Поэтому забор воды мы не можем брать. Здесь 14 тысяч гектаров подвешенная площадь. 30% от общей площади у нас не хватит воды, потому что сброс Копчегайской газ идет у нас в нас в настоящее время максимум 500-530. И для того, чтобы подать, у нас не пропускают при малом таком попуске. А сейчас мы не можем даже посеять и подать воду на 20-22%. Десять лет назад приток воды с Китая по реке Или составлял тысячу кубометров в секунду. А сброс ее объема с Копчегайской газ магистральной канала был 700-800 кубов. Тогда аграрии засевали рисом почти 10 тысяч гектаров земель. Сейчас под него отводят лишь чуть больше 6 тысяч. В этом году вынуждены были сократить посевы риса почти на 1 тысячу гектаров. И все от недостатка поливной воды. Ну а чтобы оградить почву от деградации, мы должны 30% площади от имеющихся 28 тысяч засевать под эту культуру. Поэтому, как бы сложно ни было, мы будем соблюдать этот метод. Сейчас мы ищем выход из ситуации. Помимо продовольственной, сокращение посевной площади риса может привести еще к одной проблеме – экологической. Аграрий с 20-летним стажем Морзака Сымайменов уверен, что поля, на которых растет рис, меньше подвергаются деградации. И если не соблюдать севооборот, то через пару лет здесь будет сплошной солончак, говорит он. Нам нужно сохранить качество почвы, поэтому сеем рис, а затем на этих же чеках три года подряд кормовые культуры. И так соблюдаем технологию, тогда и земля нам хороший урожай дает. А если площади водой не заполнять, сразу ядовитая соль выйдет. Специалисты считают, что пока решить проблему может строительство дополнительных шлюзов на Тасмуринском головном водосбросе. Сейчас водопропускная способность Тасмуринского головного водозабора при работе четырех шлюзов составляет примерно 32 кубометра воды в секунду. Если сюда добавится еще один, общий объем увеличится примерно на 12%. По словам представителей местного Акимата, дополнительный шлюз начнут строить осенью этого года. Вместе с тем в регионе крестьянами осваиваются технологии капельного и дождевального полива. Однако для выращивания риса этот метод не подходит, а потому проблема нехватки поливной воды пока так и остается острой.